Разбитые носы и спортивный азарт. В очередной раз Орел принял чемпионат СФО по рукопашному бою. В этом году на ковер выйдут и мужчины и женщины. Их собралось более сотни человек. Нешуточная борьба развернулась на одной из спортивных площадок города. Именно там в течение трех дней за звание лучших боролись 137 спортсменов со всего Центрального федерального округа. Помериться с силами смогли как юные, так и уже сформировавшиеся бойцы. Однако волнение присутствовало абсолютно у всех. Адреналин, чуть-чуть нервы, конечно, понятное дело. Хочется все-таки победы. Подобные эмоции более чем оправданы. Ведь на кону участие в соревнованиях совершенно иного масштаба. По итогам соревнования будет сформирована сборная Центральная федеральная округа, которая будет завещать честь уже нашего округа на чемпионате страны в командном зачете. Соответственно, эти соревнования являются классификацией мастерскими. В столь мужском виде спорта силами померились и девушки. Даже облачившись в кимоно и шлем представительницы отнюдь не слабой половины не забывали о собственном внешнем виде. Однако спорт, как и красота, непременно требует жертв. Нужно заранее обрезать ногти, потому что перед боем длинные ногти это серьезно обрезают прямо на ходу. Для девушек это, конечно, очень и очень плачевно на себе испытало. Ради желанной победы бойцы выложились по полной, ведь многие из них потратили долгие месяцы на подготовку к чемпионату. Тем, кому удалось сокрушить соперника, не могли скрыть радости. Эмоций куча. Долго готовились к этому старту. И сейчас, наконец-таки, это время настало. Можно выйти подраться, отобраться. Все соперники очень серьезные приехали. Все хотят отобраться на Россию, на Нальчик. К слову, пройти жесткий отбор удалось лишь лучшим бойцам. Среди счастливчиков оказались и наши спортсмены. По предварительным данным, представить округ на чемпионате России смогут четыре орловских бойца. Екатерина Соленкова, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.